Иисус Христос Он жив, и я убежден в этом в тысячу раз больше, чем в том, что вы живы, Его существование реальнее вашего, и Он может помочь мне несравненно лучше, чем вы, потому что прошлой ночью, когда мне нужна была помощь, вы все спали, но Он, как я пою своей маленькой дочери каждый вечер перед сном, никогда не спит. И сегодня утром, после того, как я закончил вносить последние детали в конспект своего выступления, я сказал ему, «Хорошо, Господи, у меня нет столько свободного времени, сколько мне хотелось бы, но я уделю некоторое время, чтобы Ты мог что-то сказать мне». Вот где он говорит, и я раскрыл Библию и Евангелие от Марка, и в удрученном настроении из-за своей физической и умственной неготовности к тому, что мне и вам предстоит сегодня обсуждать, прочитал отрывок из Библии. Это была история о 12 учениках, о том, как они сели в лодку вместе с Иисусом, чтобы переправиться на другую сторону озера, и они забыли взять с собой хлеб, чем были очень расстроены. Иисус слышал, как они беспокойно говорили о том, что у них нет хлеба, и сказал им, «Зачем вы говорите о том, что у вас нет хлеба? Пять хлебов! И я накормил пять тысяч человек, сколько коробов еды вы собрали?» Они ответили, «Двенадцать!» «После семью хлебами!» «Я накормил четыре тысячи человек, сколько коробов еды вы собрали?» Они ответили, «Семь!» Тогда он сказал, «Неужели вы не понимаете?» Таков конец истории. Я, просто восхищаясь Иисусом, он говорит, «Пайпер, мне не важно, сколько ты спал, и мне не важно, как много ты готовился, сколько коробов с едой осталось, когда ты начал своего несколько кусочков рыбы». Достаточно. Первый раз по коробу на каждого из учеников, потом семь. Почему семь, я не знаю. Я не нашел этому никакого объяснения. Но Иисус пришел ко мне этим утром. Он жив, Он приходит к вам. Он говорит с вами, Он служит вам. Он отвечает на ваши нужды, Он знает все о вас сейчас и здесь. Он здесь, Он величественен, Он славен, Он достоин хвалы, Он достоин, чтобы о Нем говорили. Давайте обратимся к Евангелию от Иоанна, 12 главе, перед тем, как мы вновь помолимся и попросим о Его помощи. Я не воспринимаю Божье благословение как нечто само собой разумеющееся. Я каждый раз прошу о Нем. Иоанна, 12 глава. Надеюсь, что у вас есть с собой Библия. Этот текст заложит основание для нашей темы взирать на Иисуса Христа и наслаждаться им. Начнем с 20 стиха, 12 главы, Иоанна. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые елены. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Надеюсь, что вы просите о том же. Надеюсь, что вы, сидя сейчас в своих креслах, просите об этом. Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Они пришли ко Христу и сказали, «Некоторые из греков здесь, и они хотят тебя видеть». Иисус же сказал им в ответ, «И здесь мне хочется немного дополнить историю. Они хотят видеть меня? Они хотят видеть меня?» Да, именно это мы сказали, «Они хотят видеть тебя». Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Я понимаю эти слова так. «Они хотят видеть меня?» «Пришел час для того, чтобы меня желали видеть. Скоро я совершу нечто, что настолько увеличит мою видимую славу, что я стану бесконечно достоин того, чтобы меня желали видеть». Потому что эти люди больше не появляются в Евангелии. Он так ничего им не ответил. Они больше нигде не упоминаются. Они просто хотели видеть Его, а Иисус начал говорить совсем о другом. Он так часто делал. Это потрясающе, потому что никогда не знаешь, чего ожидать от Него. Все становится непредсказуемым, когда ты рядом с Иисусом. Для меня так. Иисус сказал после того, как ученики сказали, «Они хотят видеть тебя». Иисус сказал им, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно по землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Путь к тому, чтобы стать бесконечно достойным того, чтобы на меня взирали, путь бесконечной славы, смерть. Я на пути к смерти. Скажите тем грекам, что Я спасу их своей смертью и принесу много плода. Когда Я в своей смерти за них совершу то, в чем они нуждаются, и произведу плод в язычниках, греках и иудеях по всему лицу земли, в тот день исполнится моя молитва. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где и я, и они были со Мною, да видят славу Мою. Но сначала я должен достичь этой славы. Иисус, что же нам сказать тем людям? Что они должны делать? Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет душу свою в мире этом, тот сбережет ее для вечной жизни. Кто мне служит, мне допоследует. Я иду на крест. Если они хотят однажды меня увидеть, они должны идти со мной. Они должны возненавидеть свою жизнь в этом мире, в этом мире, потому что однажды я выйду из могилы. И если они возненавидят жизнь свою в этом мире и последуют за мной на крест, отвернут себя и возьмут крест свой, тогда они воскреснут со мной и увидят меня. Тогда я буду бесконечно достоин того, чтобы на меня взирали. Я буду бесконечно достоин того, чтобы ко мне приходили, чтобы увидеть меня в полноте. Давайте помолимся. Отец Небесный, я хочу видеть Твоего Сына настолько ясно, насколько это возможно для падшего, но оправданного грешника, живущего в стенающем от греха мире. Мы все желаем этого. Для этого мы собрались здесь. И я вновь прошу о Твоей помощи, чтобы Святой Дух позволил мне сказать истину, при помощи которой Он сможет раскрыть очи наших сердец для созерцания славы Сына Твоего Иисуса Христа. Я не надеюсь на свою подготовку или на себя, но ищу Твоей помощи. Потому что Ты жив и Ты здесь, и Ты желаешь удивительным образом изменить нашу жизнь, наши сердца, наш разум, взаимоотношения с супругами, детьми, наши отношения к работе, к здоровью, к людям, наши надежды и стремления изменить нашу жизнь так, как мы даже не можем себе представить. Поэтому направляй мой разум, сердце и уста, чтобы Ты мог максимально использовать меня для достижения этих целей, для прославления Твоего имени во имя Иисуса Христа. Аминь. В ближайшие пару часов мы будем говорить о том, что значит взирать на Иисуса Христа и наслаждаться им. И план моих выступлений будет таким. Первое выступление до перерыва будет посвящено объяснению того, что значит взирать и наслаждаться. как достигать этого? Почему это важно? Этому мы посвятим первый час. Затем, после перерыва, мы будем говорить об Иисусе Христе. Первый час будет методологическим. Что значит жить этим? Как достигать этого? Что это? Затем мы будем говорить о Самом Христе. Хорошо? Таков наш план. Итак, первый вопрос. Что, как и зачем? Я задаю эти вопросы практически к любой теме. Что это? Как исполнять это? Зачем мне это нужно? Я так подхожу к любым жизненным вопросам. Мы с вами будем говорить о том, что значит взирать на Иисуса и наслаждаться им. И я хочу прежде всего спросить вас, о чем же мы говорим? Что значит взирать? В первую очередь ответим на этот вопрос. Матфея 13, 13. Можете не открывать этот текст, я скажу, какие тексты нужно будет открыть. В остальных случаях я не буду на них долго останавливаться. Иисус рассказывает притчу о том, как люди, видя, могут не видеть. Задумайтесь над этой фразой. Видя не видят. Видя не видят. Значит, есть два вида зрения, верно? Это зрение и какое еще? Я слышал, как Джон молился об этом, или может быть, Скотт. О другом виде зрения сказано Ефесянам 1, 18. Павел молится, как и мы молились. Он молится, чтобы нам был дан дух премудрости и откровения к познанию Бога, чтобы Бог просветил очи сердца нашего, просветил очи сердца нашего, чтобы мы познали в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас. Очевидно, у наших сердец, согласно Павлу, есть глаза. Весьма странно. Не правда ли? Это важно. У сердец есть глаза. Этот вид зрения меня интересует больше всего. Физическое зрение важно, но здесь, может быть, присутствуют незрячие люди, и если есть такие, они знают, что слепые часто видят лучшее зрячее. Если не работает один из органов чувств, другие чувства обостряются. Ключевое же чувство это чувство сердца. Именно об этом мы говорим. Мы говорим о чувстве, как о духовном чувстве, или о восприятии славы Христа, которую мы могли бы видеть физическими глазами, наблюдая за земной жизнью Господа, и которую можно видеть, читая Библию. Однако, физическим зрением люди могут пользоваться и без помощи Святого Духа. У некоторых неверующих зрений может быть стопроцентным, но они слепые, и им нет никакой пользы от того, что они видят. Для меня важнее, что Павел имеет в виду, когда говорит об очах сердца, которые видят духовную реальность. Не правда ли интересно, что в послании к Ефесянам 1 главе он говорит о богатстве славного наследия и величии могущественной силы Христа. Очевидно, что есть такие аспекты величия надежды, величия наследия, величия силы, которые нельзя увидеть никак иначе, как только очами сердца. Поэтому он пишет богатство славы, величие могущества его. Одна из причин, почему в церкви так мало радости о богатстве славного наследия и величии могущества его это близорукость наших сердец и для многих и вовсе сердечная слепота. Важно, чтобы мы понимали это, но еще важнее не просто понимать это, но пережить прозрение сердца, чтобы видеть славу Христа. Вот еще один стих. Его словами мы тоже молились, потому что, я думаю, стих имеет важное значение в учении Павла об освящении, о том, как возрастать в благодати, приобщаться ко Христу и становиться таким, каким мы должны быть в глазах мира. 2 Коринфянам 3.18 Мы же все открытым лицом, взирая, взирая, как в зеркало на славу Господню, преображаемся, взирая тот же образ от славы славы. Прямо сейчас наши церкви и наши семьи смогут стать более похожими на Христа только тогда, когда будет ясно видеть Его. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу. Взирая на славу, мы преображаемся в славу. Взирать значит становиться. Если вы не посвятили свою жизнь тому, чтобы созерцать Христа, то у вас, скорее всего, не будет прогресса в уподоблении Ему. Это созерцание духовное созерцание, поскольку Павел говорит, сейчас мы ходим верой, а не видением. Не видением. Где же ты, Иисус? Он отвечает, нет, не спрашивай об этом, я не являюсь перед тобой, я не стану, видимо, для твоих физических глаз, но ты можешь видеть меня. ты можешь созерцать меня. Итак, отметьте для себя разницу между двумя видами зрения. Видя, не видят. Речь идет об особом зрении, особом чтении, особом слухе. Кстати, ведь можно сказать, слыша, не слышат, но мы не эту метафору сегодня обсуждаем. Речь идет о таком зрении, которое видит во Христе самое важное. то, чего нельзя увидеть физическими глазами. В физическом зрении можно видеть многое, но не славу Иисуса Христа. Итак, мы говорим о способности видеть славу Христа, красоту Христа, Его совершенство и ценность. Это не то же самое, что физическая способность видеть, слышать, читать Библию. Что же это тогда такое? Что, что? Мы еще не ответили до конца на этот вопрос. Позвольте мне прочитать вам цитату из Джонатана Эдвардса. Сью был прав, когда сказал, что Эдвардс мой главный наставник после Библии. Вам известно, что он уже умер. Самые достойные учители уже умерли. Я надеюсь, что вы не ограничиваете круг своих наставников лишь ныне живущими, хотя они важны, и вы должны тщательно их выбирать. Но если у вас нет таких наставников, не переживайте. Я поделюсь с вами Эдвардсом. Вот что он писал. Душа обладает интуитивным знанием божественного знаниям евангельских истин. Не то, чтобы человек совсем без каких-либо аргументов или логических доводов судит, что доктрина Евангелия происходит от Бога. Однако он судит об этом без длинной цепи логических аргументов. Аргумент всего один, и он основан на прямом свидетельстве. Разум принимает истинность Евангелия, сделав всего один шаг, увидев его божественную славу. Это удивительно глубокое утверждение, способное вызвать массу вопросов. Оно связано с вопросом о месте апологетики, стремлении помочь людям познать Христа. Методы апологетики, по словам Эдвардса, важны, но недостаточны. Одна из причин, почему он считал нужным говорить о том, что формальная апологетика важна, но недостаточно, состояла в том, что он не был безразличен к обычным людям, у которых не было никаких привилегий. Он не был безразличен к индейцам западного Массачусетса. Как? Благодаря его проповедям, которые он читал на протяжении шести лет в Стокбридже, могли те индейцы увидеть и постичь реальность воскресшего Христа, а они видеть не могли даже читать. Тем более, не были способны последовательно, систематически взвесить исторические и логические аргументы. Могли ли они спастись? Могли ли они увидеть Христа? Его аргумент и за ним кроется нечто больше. Это лишь крошечная вершина айсберга. Основан на прямом свидетельстве. Разум принимает истинность Евангелия, сделав всего один шаг, увидев его божественную славу. Он говорит следующее, если Евангелие проповедано верно и во всей полноте, и на это нужно время, может быть, полчаса в евангелизационной проповеди, чтобы изложить Евангелие, найти точки соприкосновения, сделать истину понятной на рациональном уровне, тогда Дух Святой дает отчам сердца через рациональное, объективное изложение евангельской истины увидеть славу, понять, что она истинна. Свидетельствующее само себе, не требующее доказательств, Слово Божье, пребывающее в Евангелии, проистекающее из Евангелия, пронизывающее Евангелие, которое есть в самой Евангелии, и самые простые люди могут обрести уверенность, когда глаза и их сердце видят славу Христа, отраженную в истине Евангелия. Итак, мы говорим о созерцании божественной славы, но не физическом или рациональном, хотя это это и важно, очень важно. Маленький ребенок может посмотреть на статую Микеланджело и предпочесть ей сборник комиксов. Также поступают многие люди, когда смотрят на крест. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие, для самих же призванных Христа Божью силу и Божьем премудрость. Другими словами, два человека могут пристально сматриваться в крест, представленный в точной проповеди Евангелия. И один человек зевнет и захочет вернуться к сборнику комиксов, а другой придет в изумление, потому что он увидел божественную славу. Славу Божьей премудрости, славу Его могущества, славное и совершенное спасение, когда греховное сердце сокрушено и созданное Богом сердце томится от жажды. Он взирает на эту славу, он знает ее. Вот то созерцание, которое мы ищем. Слово наслаждаться я использую практически как синоним слова «зирать». Потому что мы подробно разберем это позже, сейчас лишь скажу, потому что увидеть в чем-то бесконечную ценность означает принять, обрести, найти в этом радость, удовлетворенность, ценность, или используя выбранный нами термин «наслаждаться этим». Конечно, вы знаете, откуда я беру эти слова. Я использую слово «наслаждаться» по одной причине. Оно хорошо сочетается со словом «взирать». Каков же библейский термин? Кто-нибудь процитируйте Псалом 33.9. «Вкусите и увидите». «Вкусите и увидите, как благ Господь». «Увидите, вкусите» звучит не слишком впечатляюще, но так сказано на английском. Я не критикую Библию, но ведь она была написана на еврейском, правда? А это сказано на английском. И я попробую сказать то же самое на английском, и я думаю, что это можно перевести лучше, чем «вкусите и увидите». Мне кажется, что «взирать и наслаждаться» вполне подходит. Если вам не нравятся эти термины, то можете говорить «вкушать и смотреть». Это то же самое. Я просто хочу, чтобы вы знали, откуда я взял эти идеи. Я не придумал их, я взял их из Библии, и Библия очень много говорит не только о том, что значит «взирать на Бога», но и о том, что значит «наслаждаться им». Об этом говорит первое послание Петра, вторая глава, стих 3. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Ибо вы вкусили, что благ Господь. Что это значит? Это метафора, содержащая в себе ту же идею, что и взирает на славу Христа очами сердца. Это эмоциональное, переполненное чувствами Слова, которое прорывается сквозь рациональность разума, в самое сердце, где мы не только мыслим, как учит Библия, но и воспринимаем красоту на духовно-эстетическом уровне. И это возможно только благодаря работе Духа Святого. Вот что я хотел сказать по первому вопросу, о чем мы говорим. Субтитры